Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Анапа забирает лучших представителей тур индустрии России. Сегодня, видите, открылась 22-я международная выставка «Анапа. Самое яркое солнце России». Без преувеличения на курорте продолжается мониторинг цен на продукты питания. Разворачивается за 20 минут и работает в экстремальных условиях. Аэромобильный полевой госпиталь нового поколения на вооружении медицинского подразделения ВДВ в Анапе. А сейчас обо всем подробнее. Солнечная Анапа принимает гостей. 22-я международная туристская выставка «Анапа. Самое яркое солнце России» открылась сегодня в Анапе. Более 240 участников представили свои экспозиции самого нового и современного оборудования, услуг, продукции в преддверии нового курортного сезона 2015. Ароматные колбасы, свежая выпечка, современная мебель, высокотехнологичное оборудование, предприятия сферы услуг и туристического комплекса выставили свои самые лучшие изделия и предложения на выставке «Анапа. Самое яркое солнце России». Быть лучшим значит делиться опытом и перенимать передовые наработки партнеров и конкурентов. 125 здравниц курорта «Анапа» рассказали о своих наработках. К анапчанам присоединились предприятия из здравницы Сочи, Туапсенова, Российска, Ейска, Темрюка, Геленджика, Абширонска и других приморских городов. Познакомиться с предложениями приехали делегации из столицы Екатеринбурга, Смоленска, Самары и других городов России. 22-ю международную выставку открыл глава «Анапы» Сергей Сергеев, который гордится своим городом и стремится сделать его лучше и привлекательнее для туристов. «Лучше курорта, чем город-курорт Анапа. Нет и существовать не может. У нас есть задумки, у нас есть мероприятия, которые мы сегодня реализуем. Мы улучшаем инфраструктуру, многомиллиардные средства за последние два года вложены в город-курорт. И еще многое-многое мы делаем для того, чтобы наш отдыхающий чувствовал себя комфортно. Анапа – один из самых безопасных курортов на территории России. Мы гордимся этим, но, поверьте, за этим стоит огромная работа нашего населения и наших силовых структур. Среди 240 экспозиций есть уже привычные, многолетние партнеры, есть и новички. На этой выставке мы впервые. Наше учреждение предоставляет услуги по обучению рабочим специальностям. Цель присутствия нас сегодня на этой выставке – это, конечно же, пригласить организации санитарно-курортного комплекса к сотрудничеству, чтобы они обучали свой уже имеющийся персонал, то есть повышали квалификацию. Курорты и именитые гости выставки осмотрели павильоны, полистали буклеты, интересовались проблемами в каждой отрасли, обсуждали инновационные предложения. Особое внимание средствам размещения и туроператорам. Необходимость классифицировать средства размещения сделают конкуренцию жестче, но качество услуг непременно повысится. Уровень выставки хороший. Глава очень большое внимание уделяет курортам. Мы это видим, мы ощущаем. И я думаю, что этот год он переломный. Вот у нас до 2008 года не было такого, что началось уже в конце прошлого, в этом году. Впервые выставки – экспозиции крымских коллег. Павильоны участников не пустовали ни минуты. Конкуренты и партнеры с живым интересом рассматривали стенды соседей. Пополняли блокноты, пометками, карманы, визитными карточками. Выставка – отличная возможность завязать новые деловые знакомства, расширить сбыть своей продукции и приобрести новый опыт. И к другим темам. Необоснована завышенная стоимость продуктов из социально значимой группы товаров – повод для обращения в прокуратуру. Накануне на планерном совещании обсуждали комплекс мероприятий по стабилизации ценовой политики. Задача надзорного органа – принять меры и сдержать рост цен, связующее звено в этой работе муниципальной власти. Информацию как пазлы в единую картину собирают 16 мобильных групп. Они проводят мониторинг в продовольственных магазинах, крупных торговых сетях и аптеках. Ежедневный доклад с результатами проведенной проверки ложится на стол главы Анапы. Обо всех случаях необоснованного завышения цен на социально значимую группу товаров немедленно сообщают в прокуратуру. Пройдите в магазин, ткните носом сначала реализатора, а потом предпринимателя. Дорогой друг, ты что ж творишь? Почему у тебя сахар 60 рублей стоит? Есть предпосылки, если отпускная цена его 40. Кому президент поручил разобраться с сынообразованием? Не помните? Совсем недавно, две недели назад. Президент конкретно поручил разобраться, принять меры. А мы взаимодействующие с видом, аккумулирующие эту информацию и направляющие. Кризис не может и не должен становиться поводом для спекуляций, подчеркивает глава Анапы. Все службы надо нацелить на стабилизацию ситуации с ценами. Торговые точки, собственники которых гонятся за легкой прибылью, накручивая цены, проверяют повторно. Ведь в этой работе прежде всего нужен результат. По-прежнему альтернативой торговым сетям называют муниципальные и сельскохозяйственные рынки. Если на ценовую политику собственников магазинов может повлиять только прокуратура, то ярмарки привоз под контролем городских властей. Мы максимально ведем работу по привлечению губанских товаропроизводителей. И в приоритете это наши местные производители Анапы. На сегодняшний день на ярмарках у нас представлена продукция. Анапского хлебокомбината, рыбцех Юровский, Джигинского ООСП России, Молзавод. Это предприятие, которое занимается рыбной ловлей, это морской плод, бриц. Но мы сейчас посмотрели, есть в себе полученные резервы. И такая задача глава, посмотрите, на местах, где все-таки есть еще предприятие. Вот, допустим, в Джигинском сельском округе на сегодняшний день нашли предприятие, которое занимается просовкой гречки. Торговые места участникам ярмарок администрация предоставляет бесплатно, а потому вправе требовать, чтобы цены не кусались. Расширение ассортимента, активное привлечение к торговле местных производителей – все это будет способствовать оздоровлению ситуации. И еще одна тема, которая прозвучала на совещании. 15 февраля в России отмечается 26-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В предстоящую субботу в сквере боевой славы Анапы пройдет митинг памяти. Давайте возрождать. Я не заставляю, никого не заставляю приходить. Но, когда мы делаем это, конечно же, больше для подрастающего поколения. Поэтому, дорогие друзья, это взаимное уважение. Медицинская база нового поколения появилась в воинской части Анапы. Такой полевой аэромобильный госпиталь поступит на вооружение медицинских подразделений ВДВ по всей России. Пока не есть только в Ивановском и Новороссийском соединениях воздушно-десантных войск. Подробнее в нашем материале. Вот так буквально за 20 минут разворачивается полноценный военный госпиталь. Здесь есть все. Терапия, рентген, аппараты ультразвукового исследования и анализа крови, дефибрилляторы. Даже в экстремальных условиях здесь медики способны провести серьезные операции. Оказать же первую помощь пострадавшим врачи смогут, не дожидаясь и развертки госпиталя. Сумка врача-войсковая в данном исполнении представлена впервые в вооруженных силах Российской Федерации и предназначена для оказания первой врачебной помощи 30 раненым и пораженным. В данный комплект входят перевязочные средства, медикаменты. Уникальные комплекты военно-полевых госпиталей состоят из 46 унифицированных пневмокаркасных модулей. При их разработке был учтен опыт работы военных медиков ВДВ в боевых условиях. Медицинская база предыдущего поколения, она создавалась для большой войны. И она отвечала в то время требованиям на тот момент современной науки. Современные требования науки, они предъявляют большие требования к оборудованию и оснащению. Сооружения оборудованы техническими средствами для поддержания необходимого давления и температурного режима, независимого энергообеспечения, позволяющими сохранять работоспособность медицинского оборудования даже при поврежденной внешней оболочке пулями или осколками. Модули также надежно защищены от проникновения насекомых. Внутри постоянно поддерживается оптимальная температура воздуха плюс 20 градусов. В данное время происходит приемка госпиталя, наладка и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования. Комплект оборудования и оснащения госпиталя позволяет работать в различных климатических условиях от плюс 40 до минус 40 градусов по Цельсию. Оборудование легко можно десантировать и подготовить к работе на любом рельефе местности и при любых климатических условиях. Пока в ожидании боевых задач полевой госпиталь свернут. Преподаватели истории, математики и русского языка соревнуются на меткость. На курорте проходит 21-е спартакиады работников учреждений и образования. В минувшую субботу в школе номер 12 команды испытали свои силы в дарте. В соревнованиях приняли участие 18 команд. Уверенно держа дротики в руках, участники турнира старались попасть в яблочко и набрать как можно больше очков. Каждый педагог здесь может показать, на что он способен. У меня есть опыт такой, скажем, по стрельбе из винтовок. Поэтому я пошла, думаю, что, наверное, это как-то очень близко и что-то должно получиться. В каждой команде 4 человека. Три участника и представитель. Победители соревнований по стритболу среди женщин и мужчин уже выявлены. Всего спортсмены примут участие в 10 видах спорта. Волейбол, настольный теннис, шахматы и других. Это вообще хорошая традиция. Вот сколько существует наш профсоюз образования, столько существует спорта-киады. Что-то улучшаем, изменяем. Но ежегодно обязательно проводятся эти 10 видов соревнований в рамках спорта-киады. С каждым годом в спорта-киаде работников образования становится все больше участников. Причем соревнуются педагоги разного возраста. Самая молодая команда с гимназией Эврика. Анвар Седыков работает воспитателем группы продленного дня. Вместе с учителями математики, русского языка и литературы борются за звание лучших. Среди нас профессионалов в Дарце, конечно же, нет. Мы все любители. Верим в нашу удачу и что у нас все получится. Победители определятся в конце мая на турслете в поселке Школьный. Следующее состязание по волейболу среди женщин пройдет 14 февраля в школе номер 12. Один из участников туристской выставки «Анапа. Самое яркое солнце России-2015» – Елатомский приборный завод. Портативные физиотерапевтические аппараты и устройства завода быстро приобрели широкую известность и востребованность у медиков и пациентов. Всех посетителей ярмарки здесь ждут карантированные скидки. Уже 200 лет физиолечение широко применяют при борьбе с различными недугами. Теперь физиокабинет можно создать в домашних условиях. Как уверяют специалисты Елатомского приборного завода, в лечении и профилактике 50 заболеваний может помочь аппарат «Алмак-01». «Алмак действует импульсным магнитным полем. К нему нет привыкания. Глубина проникновения до 8 сантиметров. Он снимает боли, спазмы и улучшает кровоснабжение». По такому же принципу методом магнитного излучения работает прибор узконаправленного действия «МОВИТ». Он предназначен для лечения мужских заболеваний. Обеспечивает улучшение состояния здоровья при такой болезни, как простатит. Каждому участнику выставки на покупку аппаратов Елатомский приборный завод предоставляет скидки. Выставка-ярмарка «Анапа. Самое яркое солнце России» проходит по адресу село Витязева, проспект Южный, 20. Сразу после новостей смотрите специальный выпуск об участниках 22-й международной выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». И это все новости на сегодня. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Катя Соловьянова, анапчанка, комсомолка, разведчица. Участвовала в боевых операциях против оккупантов. Была схвачена и казнена фашистами вместе со своими товарищами в 1942-м. Ей тогда было всего лишь 20 лет. Мы помним.